Впервые ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы был доставлен в Ульяновск. Святыня по благословлению митрополита Симбирского и Новоспасского Лонгина пребывала в Кафедральном Спасовознесенском соборе. Чтобы приложиться к ней в главный храм митрополии, съезжались верующие со всего региона. Ежедневно, сразу после Божественной Литургии, а затем и в 12 и 15 часов, в соборе совершался молебен с акафистом Божией Матери. Пояс Пресвятой Богородицы – одна из величайших христианских святынь, потому что это та часть одежды Божией Матери, которая сохранилась до наших дней. По преданию, Божья Матерь сплела его из верблюжьего волоса и сама и носила вплоть до своей смерти. Святыня долгое время находилась в Константинополе. В X столетии пояс был разделен на части, одна из которых в настоящий момент хранится на Афоне. Одна из частиц святого пояса в 2011 году была передана на вечное хранение в Санкт-Петербург. Великая святыня обладает чудодейственными силами. Особую надежду на помощь Пресвятой Богородицы возлагают православные семьи, не имеющие детей. В дни нахождения святыни в Ульяновске духовенство проводило беседы с молодежью. Встречи стали частью молодежной просветительской программы «Духовная связь». К нам уже несколько лет приезжают с этой программой представители синодального отдела и проводится ряд лекций и круглых столов для православной молодежи. В этом году у нас будет форсайт-сессия, которая направлена на прогнозирование, так скажем, некой модели будущего православного молодежного движения, не только в городе Ульяновске, но и в общем. Во время лекции было затронуто несколько тем – молодежное служение в церкви, гранд-райтинг, то есть написание грантовых проектов, и также поговорили о взаимодействии церкви с образовательными организациями. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ.